МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 37 уголовных дел в сфере ЖКХ. Именно столько саратовские исследователи возбудили с начала этого года. Как уточнили в городской прокуратуре, по сравнению с показателями прошлого года, цифра выросла почти в три раза. Здравствуйте. Это программа «Законные интересы». Я ее ведущая Жанна Марченко. Общий ущерб, который мошенники причинили людям, около 30 миллионов рублей. Большую часть этой суммы возместить удалось. Однако много и тех пострадавших жильцов, которые пока только ждут решения суда. Радует то, что личности преступников установлены, и уйти от ответственности им не удастся. Что интересно, если раньше людей, как правило, обманывали представители управляющих компаний, то сейчас еще чаще, не против набить карманы и сами подрядчики. В нашем сегодняшнем выпуске мы собрали именно такие истории и попытались разобраться, почему у мошенников так ловко получилось завладеть чужими деньгами. Вот это называется шахта у нас, где находится прибор. Это называется автомат. Вот они должны были их поставить, они их установили, но они должны были их опломбировать. Не в каждой квартире сейчас это сделано. Ставить на счетчик пломбу у Натальи пришлось уже за свой счет. Но, говорит, это самая мелкая из проблем, которые их дома доставил подрядчик. Компания, которая начала в пятиэтажке ремонт системы электроснабжения, бросила его, ограничившись двумя подъездами. Да и там назвать его завершенному жильцов просто не поворачивается язык. Во-первых, некачественно все. Все это оставили, все не убрали. Во-вторых, все лампы буквально через пару месяцев все перегорали нам их заново. Все квалитет наш заводского района восстанавливал управляющая компания. Ну и в подвале там, я так поняла, что у них недоделки были. Все старое оставили. То есть оно обесточено. Ну то есть по смете это должно убираться. Женщина рассказывает, они не думали, что теперь каждый день будут наблюдать такое жалкое зрелище. Ведь они, наоборот, планировали постепенно привести свой дом в порядок. Действовать решили поэтапно. И начать с главного – замене старой электропроводки. Поставили в известность управляющую компанию, нашли подрядчика, согласовали смету. Сделать ремонт мы обещали быстро и качественно. Вышло в точности наоборот. Делали с осени и не знаю до каких пор. И лето все прошло. В общем, безобразно. Сделали, подписали. Не знаю, у кого они эти смету. А они говорят, мы не подписывали ничего. В итоге, за что заплатили почти 200 тысяч рублей, жильцы так и не поняли. Призвать к совести подрядчика тоже не получилось. Рабочие ушли, так и бросив все в недоделанном виде. Люди обратились за помощью в прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства начали большую проверку. Работы в подрядной организации, они в двух подъездах фактически были произведены. Но хочу что сказать. Нам понадобилось сначала проведение экспертизы, чтобы установить, какие работы он, во-первых, произвел, в каком объеме он произвел. И что характерно, наши доводы и опасения, они подтверждены были. Значит, экспертиза, экспертам установлено, что акт выполненных работ, на который он предоставил, они были фактически завышены. То есть он обогатился практически на 200 тысяч рублей. После того, как по факту мошеннических действий подрядчика было возбуждено уголовное дело, обвиняемый настоял еще на одной экспертизе, якобы не согласившись с результатами первой. Однако специалисты снова дали заключение. Объем выполненных работ явно не стоит тех денег, которые заплатили жильцы. Надо сказать, что ремонт в остальных подъездах подрядчик позже наспеть доделал. Несмотря на это, отвечать по закону ему, конечно, придется. Причем не только за это хищение. Как выяснилось в ходе расследования, жильцы пятиэтажки Наазина не единственные пострадавшие. В этом доме на Барнаульской собственники квартир тоже попали в очень неприятную историю. С их спецсчета, предназначенного для трат в рамках капремонта, вообще пропало почти полмиллиона. Мы потихонечку контролировали свою сумму, накопление. И вдруг, когда мы решили делать отмостку, крышу, думаю, надо узнать сколько. Я звоню в фонд капитального ремонта. Мне говорят, что вот столько денег. Я говорю, почему столько денег? Я говорю, я полгода назад интересовался, у вас столько же денег. Опять та же самая сумма. Они говорят, а у вас, потому что был капитальный ремонт. Вот только ни о каком ремонте фасада, как и собраний, жильцы даже не слышали. Да, в их доме действительно меняли на пластиковые старые окна. Но это было давно и не во всех подъездах. Возмущенные собственники сначала провели расследование. И обратились в профильное министерство с просьбой показать те самые документы, благодаря которым подрядчик так легко забрал крупную сумму. Мы начали тогда выяснять эту ситуацию. Кто же, кто же все-таки это. И попросили копии этих документов. Когда мы получили копию документов, получили именно... Ведь первоисточник – это протокол собрания собственников. Там было написано, что инициатор собрания Куплинков. И когда мы с ним встретились, когда с ним переговорили, он сказал, что никакого собрания я не проводил, никакого акта я не подписывал, ничего, никаких документов я не подписывал. Тогда мы начали искать правду. Докопаться до правды удалось как раз после вмешательства прокуратуры. На зорном ведомстве подробно изучили документацию, опросили жильцов, провели ревизию и экспертизу. Выяснилось, что к пропаже денег со спецсчета причастна та же компания, что делала электрику в доме на Азина. Два уголовных дела объединили в одно производство. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Его счета арестованы, но денег на них, конечно, уже нет. Возмещать ущерб добровольно он отказался. Пострадавшие ждут, когда он начнет это делать уже в судебном порядке. И надеются, что это первый и последний раз, когда им так не повезло связаться с нечистым на руку подрядчиком. Это дом номер 18А по улице Барнаульская. Другой адрес, другая управляющая компания и другой недобросовестный подрядчик, который в прямом смысле оставил людей без крыши над головой. А ведь они так долго шли к капитальному ремонту кровли. Чтобы накопить крупную сумму, даже решили самостоятельно поднять тариф на содержание жилья. Подрядная организация нам пообещала сделать ремонт крыши. Но у нас не хватало где-то миллиона полтора, чтобы сделать крышу. Крышу и воду в подвале одновременно. Нам не хватало где-то полтора миллиона. Они нам предложили такой вариант. Увеличить сумму капитального ремонта с 6,3, как по закону 6,3, до 22 рублей 28 копеек на 8 месяцев. И дело сдвинулось с мертвой точки. Деньги, срок добросовестно сдали все жильцы. Накопив чуть больше 700 тысяч рублей, решили заключить долгожданный договор с подрядной организацией. Как и положено, внесли залог на покупку стройматериалов. Больше компания в лице директора практически не выходила на связь. Ну как это так? Деньги взял, 700 с лишним тысяч. Он же ограбил не меня, а весь дом. Представляете, пенсионеров. Пенсионеры от своих крохотных пенсий в то время. Такое было тяжелое время. Отрывали, увеличили до 22 рублей 28 копеек тариф. Мы кому говорили, все удивлялись. Говорят, это вы так подняли тариф. И мы говорим, да, потому что у нас катастрофическое положение. Дальше больше. За два года, что жильцы пытались вернуть свои деньги, состояние крыши дошло до критического. Зимой после очередного снегопада в кровле образовалась огромная дыра. Течет вот это все с пятого этажа, потому что крыша вся, как и что. У меня вот на пятом этаже люк на крышу. Когда он открыт, я наблюдаю небо звездное. Особенно тяжко жильцам самого верхнего пятого этажа. Их затапливают так часто, что из комнат давно пришлось вынести все ценные вещи. Вот у нас, видите, грибок во всю стену. Вот видите, сейчас я сорву. И вот тут у нас полностью. И вот тут. Нераспечатанные рулоны с обоями Светлана пока так и оставила в углом. Как говорится, до лучших времен. Она, как и все ее соседи, верит, что теперь, после того, как об их проблеме узнали в прокуратуре, подрядчик вернет им украденное. Уголовное дело возбуждено. Уголовное дело в настоящее время находится в производстве органов предварительного следствия. Выполняется весь комплекс следственных действий. И в ближайшее время, в этом году, планируется уголовное дело направить в суд. К сожалению, в этом году количество подобных преступлений в Саратове выросло. По фактам мошенничества в сфере жилищно-коммунального хозяйства уже возбуждено 37 уголовных дел. Общий ущерб около 30 миллионов. Деньги присваивали себе как представители управляющих компаний, так и компаний-подрядчиков. Причем не исключено, что некоторые из них находились друг с другом в сговоре и действовали сообща. В любом случае, каждое незаконное действие изучено и зафиксировано следователями. А санкции статьи за подобные деяния предусматривает не только штраф, но и лишение свободы. Субтитры создавал DimaTorzok